Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги вам расскажем. В поселке Ботокара повесилась 11-классница. Заброшенный поселок РТИ скоро начнут возрождать. В городе появились фотографы-экстремалы. Волна подросткового суицида захлестнула Карагандинскую область. В поселке Ботокара повесилась 11-классница. За неделю это уже четвертый ребенок, который свел счеты с жизнью. Вчера утром на чердаке собственного дома была обнаружена 16-летняя ученица местной школы. Отец нашел ее повешенной на бельевой веревке, закрепленной на балку перекрытия. Также найдена предсмертная записка, в которой девушка просила никого не винить в трагедии. Родители отмечают, что ее дочь уже пыталась покончить с собой. В Ботокаринской школе же рассказывают, что в поведении девушки ничего подозрительного не замечали. Буквально накануне 11-го числа она была на всех уроках. После обеда она пришла на дополнительное по русской литературе. Проходя мемы, я даже видела, как она сидела, тесты делала. Она была очень улыбчивым ребенком. Солнышко, ребенок солнышко. В Караганде дорожный полицейский сбил пешехода на служебном авто. Страж порядка сбежал с места ДТП, однако позже вернулся и вызвал пострадавшей скорую помощь. Женщину с переломами доставили в больницу. Вчера в 7 часов вечера 22-летний младший сержант полиции совершил наезд на пешехода. 37-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. При этом дорожный страж порядка оставил место ДТП, однако сразу же вернулся и вызвал врачей. Пострадавшую доставили в областной медицинский центр с многочисленными переломами. Больная поступила, доставлена бригада скорой помощи с места происшествия, которая, как поясняет, сбила автомашину и доставлена скорой помощи. Там больное состояние тяжелое, перелом нижних конечностей, туловище и черно-мозговая травма. Пострадавшая доставлена в больницу. На данный момент вынесено постановление о возбуждении уголовного дела. Проводится расследование. Также будет параллельно проводиться служебное расследование. Отметим, что дорожный полицейский работает в органах внутренних дел около года. В его отношении проводится служебное расследование. В ДВД отмечают, что виновник понесет наказание по всей строгости закона. Николай Кровец, Алжас Кабасов, 1-й Каргандинский. За прошедшие сутки спасатели извлекли двух пострадавших из столкнувшихся автомобилей. Вчера днем поступило сообщение о ДТП в районе старого аэропорта. Две машины «Мерседес» и «Нива» не поделили дорогу. В результате аварии пассажир на марке оказался блокированным в салоне деформированного авто. Требовалась срочная помощь специалистов. Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли пострадавшего. Спасенный мужчина был передан бригаде скорой помощи. Еще одно столкновение двух автомобилей в этот же день произошло на трассе Алматы-Екатеринбург. Сотрудники службы пожаротушения провели аналогичные работы. Привемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Далее все самое интересное. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Заниматься любимым делом и получать за это достойную плату – что может быть лучше? Впервые в Караганде мы предлагаем углубленный курс менеджера по туризму и директорские курсы «Стартап в турбизнесе». Программа курса включает работу с клиентами, конкуляция индивидуальных туров, работу с готовыми турпакетами, документы оборот при оформлении тура, паспортно-визовые формальности, правила лицензирования и многое другое. Углубленное изучение позволяет работать сразу после окончания курса на уровне профессионального менеджера с опытом работы или директора турфирмы. По завершению курса выдается сертификат. Набор ограничен. Справки по телефону 97 47 42 8 702 155 98 00. Заброшенный поселок РТИ, что в Саране, скоро начнут возрождать. Два месяца назад был утвержден генеральный план, согласно которому планируется выделить средства для восстановления разрушенных домов. Подробности узнавал Николай Кровец. Поселок РТИ раньше носил статус города. Он был построен заводом резинотехнических изделий. Но когда настали трудные времена перестройки, завод закрылся. А вместе с тем люди стали покидать родные края и уезжать в другие города и страны в поисках лучшей жизни. На сегодня там 103 дома, они пустующие. В основном это пятиэтажки. И самое главное, что по генеральному плану, который буквально два месяца назад был утвержден в Саране, там возрождение предполагается. Весь движение всего динамика, вектор развития как раз направлен на вот этот поселок. Сегодня все разбитые дома находятся в частной собственности. Хозяева бросили свое приватизированное жилище и уехали в неизвестном направлении. Чтобы начать возрождать поселок, нужно найти людей, которые раньше здесь жили. У жителей договора приватизации на руках. И сейчас задача, в первую очередь, конечно, Акимата, это юридически очистить эти дома все. Потом перевести их из жилого фонда в нежилой. Взять на свой баланс, то есть в коммунальную собственность. И только после того, как они будут все переведены в коммунальную собственность, создастся условия для финансирования, для бюджетного финансирования. Сегодня среди руин и развалин в поселке Ирты существует большой психоневрологический диспансер и школа-интернат, в которой обучается 200 школьников. Здравствуйте, вам можно? Проходи, заходи. Мы не выживаем, мы живем. Ну, во-первых, школа имеет статус интерната. Нас 200 человек, 200 школьников, из них 100 человек приезжают сюда в понедельник, уезжают в субботу, они живут здесь. Кроме того, на базе школы открыт дошкольный мини-центр на 20 ребятишек. По словам Любови Акиншиной, школа сегодня является центром в этом микрорайоне. Здесь проводятся различные мероприятия для местной молодежи и кружки по интересам. Поэтому поселок должен жить, несмотря на трудности. Мы живем, и я надеюсь, будем жить очень долго. Не потому, что надежды юноши питают, но потому, что мы видим, что про нас не забыли. Буквально вот два года назад здесь восстановили водовод, и мы имеем нормальное обеспечение водой. У нас есть вода, есть свет, у нас своя котельная. В то, что поселок будет восстановлен, никто из здешних жителей уже не верит. Однако у людей все-таки есть надежда. А это, пожалуй, самое главное. Николай Кровец, Жаслана Мандыков, Первый Карагандинский. Караганда с высоты птичьего полета. В городе появились фотографы-экстремалы. Молодые люди сбираются на крыши, чтобы получить красивые фотографии шахтерской столицы. Как они это делают, расскажет Амина Смакова. Такое необычное времяпровождение на крышах многоэтажек называется руфинг. Он пришел к нам из Европы. Карагандинские фотографы-руферы за эффектными снимками сбираются на местные высотки. Карагандинская ТЭЦ-3, телерадио-мачта, крыши всех театров города – уже покоренные вершины фотографов-экстремалов. Каждый фотограф, наверное, видит свои фотографии по-разному. В приоритете, когда снимаешь с крыши, объекты должны быть крупные, чтобы как-то показать величину города. Хоть и город у нас небольшой, можно даже сказать маленький. Ну, как-то пытаемся его приукрасить. Карагандинские фотографы высоты не боятся. Они, как Карлсоны, обживают крыши. При этом, стоит отметить, молодые люди соблюдают все правила безопасности. Их цель – не навредить здоровью, а получить особенные фотографии города. Таким съемкам они готовятся заранее, продумывают будущие композиции. Сначала найду объекты съемки. Например, возьмем эки-мат. Пару пристрелочных картах можно сделать, проверить экспозицию. Посещение каких-либо высот с целью насладиться, во-первых, видом, а уже само фото, я считаю, это попутное занятие. Ночной город завораживает, говорят фотографы. Руферы также отмечают, что с каждым пройденным часом виды Караганды меняются. Поймать нужный момент удается не всегда. Днем на закате город красивый. Ночью включаются все огни и дополнительное освещение. Все красиво становится. Город светится. Машины рисуют такие линии на дорогах. То есть, ощущение мегаполиса какой-то в Караганде. К слову, поработать спокойно не всегда получается. Бывало, что люди, увидев руферов на крыше, вызывают полицию. Большинство людей считают, что люди, сидящие на крышах, это какие-то хулиганы, наркоманы. В задачи наших фотографов входит пробраться на крышу, не сломав ни одного замка, не повредив ни одну телевизионную антенну и сделать красивые и необычные фотографии города. Через полученные снимки люди могут взглянуть на Караганду другими глазами. Амина Смакова, Габидин Гуржбеков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В рамках 10-го форума Межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоялась промышленная выставка. Здесь были представлены более 400 предприятий двух стран, в том числе крупные компании из Карагандинской области. Мирамгуль Салкинбаева с подробностями. Промышленную выставку, которая прошла на площадке крупнейшего в Свердловской области выставочного центра Екатеринбург-экспо, открыл губернатор Куйвашев. Здесь была представлена продукция 14 регионов Российской Федерации и областей Казахстана. Среди крупных компаний Карагандинская Ютария ЛТД. Предприятие из шахтерской столицы Казахстана занимается выпуском швейных изделий и являются одним из лидеров легкой промышленности страны. Целью нашего визита является расширение деловых связей, расширение кругозора производителей отечественных и иностранных в свете Российской Федерации. Также в выставке приняла участие и компания Сантехпром. Предприятие специализируется на выпуске высокоэффективных радиаторов. В Екатеринбург они привезли карагандинское ноу-хау – новый прибор отопления. Оборудование гарантирует качество, соответствующее самым высоким европейским требованиям, рассказывает генеральный директор Владимир Крючков. Также руководство компании обсудили ряд проблемных вопросов с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Недоучтенные вопросы связаны со стоимостью таможенного товара. И так как все-таки мы являемся пока не единым экономическим пространством, то существуют сложности с возвратом налога на добавленную стоимость, которую мы постоянно используем. Это, конечно же, при экспорте лишает нас определенных финансовых возможностей. Поэтому это все было проговорено, это все было обозначено, поставлено новой задачей, которые будут в том числе обсуждены на пленарных заседаниях. На промышленной выставке были продемонстрированы инновационные проекты различных отраслей. В том числе представили свои продукции и карагандинские предприятия. Также здесь были налажены двухсторонние контакты между российскими и казахстанскими компаниями. Таким образом, уверяют участники встречи, это приведет к увеличению товарооборота не только по Карагандинской области, но и по всей республике. Идет хороший диалог, обмен с российскими предпринимателями. Поэтому надеемся на очень хороший диалог. А это российское научно-производственное объединение автоматики. Компания тесно сотрудничает с казахстанскими производителями. Системы энергосбережения, которые производят россияне, уже больше шести лет используют в Карагандинской области. Мы умеем снижать мощность ламп до тех пределов, которые необходимо освещать улицы в ночное время. То есть достаточно большая экономия. Кроме того, наши интеллектуальные приборы узкорегулирующие, они позволяют еще добавочно сэкономить достаточно много энергии. Площадка Екатеринбург-экспо стала важным шагом в форсированном индустриально-инновационном развитии Казахстана. Здесь отечественные промышленники и бизнесмены встретились с российскими коллегами. А это еще одна возможность привлечь инвестиции в свое производство. Пермагусал Кимбаев, Лжас Габасов, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Также в рамках 10-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Екатеринбурге впервые прошел молодежный саммит. На встрече обсуждались вопросы образования, научно-технической кооперации и продовольственной безопасности. Также участниками заседания были рассмотрены аспекты евразийской экономической интеграции России и Казахстана, вопросы развития направления зеленой экономики, научного, образовательного, молодежного сотрудничества, инновационной политики. Кроме того, в ходе молодежного форума были подписаны соглашения о сотрудничестве между Уральским государственным экономическим университетом и рядом вузов Казахстана. Мы должны понимать, что сегодняшняя молодежь, которая учится в студенты, молодежь, которая работает в органах госвласти, учебных заведений, молодые предприниматели, именно они будут расти и развивать экономики наших двух стран. Поэтому очень важно, чтобы они сегодня нашли общий язык и в дальнейшем могли эффективно сотрудничать. Граждане, чьи родственники отбывают наказание в местах не столь отдаленных, жалуются на плохие условия содержания заключенных. Сегодня они смогли высказать претензии уполномоченным органам. В департаменте уголовно-исполнительной системы прошел день открытых дверей. В принципе, я ни разу не выдержала трое суток. Я ухожу оттуда. На дне открытых дверей проходящим в департаменте уголовно-исполнительной системы пригласили тех граждан, чьи родственники отбывают наказание в исправительных учреждениях. Вопросы, с которыми обращались к прокурорам, были разные, но цель у всех одна – улучшить условия содержания осужденных. Кого-то беспокоит нарушение в системе очередности на свиданиях, кто-то переживает о том, что в скором будущем могут запретить передавать заключенным продукты питания. Саганай Макшакирова посетила департамент уголовно-исполнительной системы для того, чтобы попросить о переводе ее сына из Коксумской тюрьмы – Каражал. По ее словам, обстановка в этом месте содержания осужденных намного доброжелательней. Персонал очень вежлив и всегда идет навстречу. Он уже просится отца на работу. Не дали бы, помогли ему, потому что у него большой срок. Ему дали максимальный срок в 20 лет. Уже 9 лет прошло. Кара Трымбеков, старший помощник прокурора Карагандинской области, рассказывает, срок проверок по тем или иным нарушениям может занять месяц. Но если таковая не требуется, ответ будет дан в течение 15 дней. Сегодня поступило порядка 13 вопросов, уже рассмотрели. И лица обращаются на условия содержания, на режим содержания, по которым в дальнейшем прокуратура области будет проведена тщательная проверка. Марк Бышко, Карат Рашидов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Ежегодный конкурс патриотической песни «Жас Сункар» прошел в Караганде. В нем приняли участие более 80 молодых людей со всей области. О том, кто стал лучшим исполнителем, узнавала Алина Агбаева. В областном конкурсе патриотической песни участвуют молодые люди из общеобразовательных учреждений со всего региона. Мероприятие традиционное. Проводится уже 11 лет для пропаганды лучших произведений патриотического и гражданского звучания. Полностью поддерживаем талантливую молодежь. Для этого выделена специальная финансирование областного бюджета. Например, Арман Харансау, который певец города Темирта, мы тоже поездку финансировали, он победил. И наш Ербутал Захпая тоже победил на республиканском конкурсе «Атамикем», который прошел в городе Занозин. Тоже получил гран-пилю. Такую талантливую молодежь мы всегда будем поддерживать. Лучшей исполнительницей патриотической песни стал Алма Гульнабиева. Знаменитая песня «Алья» пришлась по душе всем зрителям. Как отмечает молодая вокалистка, она с детства выступает на музыкальных мероприятиях и всегда занимает призовые места. Победительницу наградили почетным дипломом и вручили ценный приз – планшет. Я думаю, такие конкурсы дают молодежи показать себя, раскрыть. Может быть, кому-то возможность в будущую, на большую сцену. Кроме того, 56 молодых людей из Карагандинской области будут участвовать в «Дельфийских играх», которые пройдут в Алматы в конце ноября. Алина Акбаева, Лжас Габасов, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Спонсор показа – «Галакси Групп». Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». Это все новости на сегодня. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, если у вас есть интересная информация. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Саубомсдар. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok